Итак, продолжаем. Старые книги. Пьер Бирнбаум. Французский правящий класс. Глава третья. Правящий класс и социальное происхождение. Глава третья. Иными словами, произошло ли социальное возвышение членов нашей выборки по сравнению с их отцами? Прежняя меритократическая идеология, объявлявшая обладание господствующими позициями в обществе результатом одаренности, высоких качеств и личных заслуг, большинством социологов давно развенчана. Например, О. Левандовский в своем исследовании о социальном облике французской элиты отмечает, что из каждых десяти обследованных семь, а то и восемь имеют самое высокое социальное происхождение. Эржиро также отмечает, что суперэлита проявляет тенденцию рекрутировать своих членов из собственных рядов. Поэтому нет ничего удивительного в том, что социальное происхождение членов нашей выборки не отражает социально-профессиональную структуру французского общества в целом. Как показывает большинство исследований, социальная мобильность наблюдается главным образом в средних слоях французского общества, что само по себе является важным фактором социальных изменений. Между тем, в выборках данного исследования не фигурируют лица, принадлежащие к средним классам. Поэтому неудивительно, что социальная мобильность в собственном смысле слова в нашем исследовании выглядит как явление ограниченное. Однако почти ни одно из крупных эмпирических исследований по социологии правящих категории не задавалось вопросом, почему эта мобильность отсутствует. Большинство работ рассматривают либо все общество в целом, либо определенные правящие категории. Используя соответствующие данные, можно воссоздать своего рода фотографию социального происхождения членов правящих категорий. Для этого прежде всего следует выяснить, совпадает ли профессия обследуемых лиц с профессией их отцов. Полное социальное наследование происходит в тех случаях, когда имеет место подобное совпадение. В противном случае предоставляется возможность выявить характер наблюдаемой мобильности и можно установить, какому конкретно классу общества принадлежат обследуемые правящие категории и меняется ли их состав от одного поколения к другому. Социальное наследование правящих категорий. В этом разделе мы намерены выяснить, в какой степени лица из нашей выборки сохраняют профессию своих отцов. Это явление принято обозначать как социальное наследование или социальная ригидность. В случае абсолютной ригидности общества наблюдалось бы явление тотального социального воспроизводства, исключающего всякую мобильность. Это явление получило отражение в так называемой теории барьеров. Совершенно очевидно, однако, что такой крайний случай возможен лишь при неизменности социально-профессиональной или вернее экономической структуры общества. Между тем, в предыдущей главе мы констатировали, что эволюция экономической структуры Франции за последние 20 лет привела к преобразованию социально-профессиональной структуры. Таким образом, заранее следует предположить, что в ходе исследования будет обнаружена определенная интеграционная модель, которую предстоит тщательно проанализировать. Напротив, если исходить из абсолютной мобильности от поколения к поколению, то передача профессий по наследству будет носить довольно ограниченный характер в связи с тем, что профессиональное распределение сыновей происходило бы пропорционально потребностям пополнения социально-профессиональных категорий. В связи с этим необходимость замечания методического порядка. Можно составить сводные схемы, в которых социально-профессиональная категория отцов и их сыновей рассматривались бы в двух аспектах – рекрутирование и предназначение. Чтобы ответить на вопрос о рекрутировании, следует выяснить, чем занимались отцы лиц, включенных в нашу выборку. Ставя вопрос о предназначении, нужно определить, кем становятся сыновья этих отцов. Между тем, чтобы провести анализ социального предназначения, необходимо, чтобы отцы в нашей выборке пропорционально представляли все население страны в предыдущем поколении. Это возможно, если выборка сыновей также репрезентативна для всего населения. Однако для данного исследования были сделаны выборки по определенным критериям, по существу, лишающим их репрезентативности. Положение отцов предопределено положением сыновей. В результате, сводные таблицы, воспроизводящие социальное положение отцов, дали бы искаженную картину. По этому анализу поддается лишь процесс рекрутирования руководящих категорий. Это значит, что нам не придется выяснять справедливость пословицы «каков отец, таков и сын», А скорее мы постараемся проверить, действительно ли отец таков, каков сын. Большинство проведенных во Франции исследований социальной мобильности показывает, что и наследование в целом довольно значительно, но в то же время дифференцировано в зависимости от рассматриваемых социально-профессиональных категорий. Как отмечает Олен Жерар, действительно существует как бы передача профессии из поколения в поколение. Есть все основания утверждать, что профессии и высокие посты в каждой профессиональной категории передаются по наследству. На основании исследований, проведенных Национальным институтом статистики экономических исследований в 1953, 1964 и 1970 годах, можно действительно сделать вывод о существовании социального наследования во французском обществе. Правда, обследования, увы, скрывают, по сути дела, не столько социальное наследование, подход с точки зрения рекрутирования, сколько социальное воспроизводство, подход с точки зрения предназначения. Однако, проведение Европейским центром социологии изучения материалов обследования 1964 года позволяет обнаружить процесс передачи профессии по наследству. Из его данных вытекает, что социальному наследованию наиболее подвержены фермеры. 92% из них унаследовали свою профессиональную категорию от отца. Напротив, среди служащих в социальное наследование распространено меньше всего. Как правило, они хоть и продвигаются по социальной лестнице, однако не настолько, чтобы влиться в правящие категории. В целом, социальное наследование получило наибольшее развитие среди фермеров и собственников промышленных и торговых предприятий. Кстати, именно эти две категории характеризуют обладание капиталом. У одних крестьян – это земля, у других – финансово-экономический капитал. В связи с этим, не вызывает сомнений, что степень подверженности социальному наследованию связана с наличием материального наследства. Социальное наследование довольно широко распространено среди высших кадров и лиц свободных профессий, хотя и в меньшей степени, чем среди промышленников и крупных торговцев. За неимением экономического капитала эти социальные категории, по-видимому, передают огромный капитал образования и культуры. В период с 1953 по 1970 год в этой области произошла некоторая эволюция. Наметилась ощутимая тенденция к незначительному сокращению степени социального наследования. Следует, однако, отнести эту тенденцию лишь к лицам независимых профессий – фермеры, промышленники, лица свободных профессий, крупные и мелкие торговцы, ремесленники и работающим по найму в сельском хозяйстве. Рассмотрим теперь более конкретно социальное наследование каждой правящей категории, фигурирующей в наших выборках. Исследуя проблему социального успеха, Жерар отмечает, для людей, выбившихся из общей массы, более плодотворной является возможность проявить свой талант на поприще своих отцов, чем предоставить решение воле случая. Каково положение в наших выборках? Отличает ли их сравнительно высокая степень социального наследования? Для ответа на этот вопрос следует проанализировать таблицы, содержащие сведения о социально-профессиональных категориях отцов, с одной стороны, а с другой – сыновей. В связи с этим важно подчеркнуть, что социально-профессиональное распределение сыновей полностью не совпадает с распределением по социально-профессиональным категориям их отцов. Прежде всего, необходимо отметить тот факт, что среди сыновей ряд социально-профессиональных категорий вовсе отсутствует. Это вполне естественно, поскольку мы рассматриваем лишь специфическую группу лиц, а именно принадлежащих к французскому правящему классу. Среди сыновей фермеров, например, не встречаются лица, принадлежащие к средним или народным слоям. Нет среди них и преподавателей начальных школ и лицеев, мелких или средних чиновников. В ряде случаев оказалось более целесообразным проанализировать профессиональные категории отцов. Если идет речь о высокопоставленном чиновнике, то не безинтересно выяснить, кто его отец – чиновник больших корпусов, инженер государственного сектора или сотрудник центрального административного ведомства. В нашей выборке в целом социальное наследование развито довольно слабо, а в период с 1954 по 1974 год оно заметно сокращается. Действительно, доля лиц, получивших профессию от отца, составляет 20% в 1954 году, в 18% в 1964, в 16% в 1974. Означает ли это, что представители правящего класса отличаются особой мобильностью, что следует окончательно отказаться от теории барьеров? Ниже мы вернемся к вопросу о реальном значении данной мобильности. Однако уже сейчас уместно высказать некоторые соображения по поводу кажущейся незначительности социального наследования в интересах, в интересующих нас фракциях французского общества и провести некоторые разграничения. В различных социальных категориях склонность к социальному наследованию отнюдь не одинакова. Изучив таблицы, показывающие социально-профессиональные категории отца с одной стороны и сына с другой, можно заметить между ними глубокие различия, чтобы не анализировать нашу выборку по каждой социально-профессиональной категории в отдельности. Вся наша выборка в целом легко распределяется на две подгруппы в зависимости от принадлежности к государственному или частному сектору. Подгруппу частного сектора следует разделить на три небольших категории. Собственники, президенты, генеральные директора и высшие кадры. Причем первые две делятся и по сферам деятельности банковская страховая система, промышленность и торговля. Внутри подгруппы государственных служащих среди высших чиновников выделяются представители больших корпусов, занимающие господствующее положение, и остальные, объединяющиеся в подгруппу других высших чиновников. Наконец, особое место в нашей выборке принадлежит военным, поскольку все они являются старшими офицерами. Остальную часть выборки, весьма незначительную по численности, составляют лица свободных профессий и прочее. Сравнивая подгруппы частного и государственного секторов, нетрудно установить значительное расхождение между ними по отношению к социальному наследованию. Доля наследников среди всех представителей частного сектора составляет 28% в 1954, 25% в 1964 и 19% в 1974 году. Напротив, в государственном секторе эта доля составляет 8% в 1954, 9% в 1964 и 11% в 1974. Таким образом, в двух секторах наблюдаются противоположные тенденции, убывающие в частном и нарастающие в государственном. Примечательно, однако, что хотя темпы роста социальной ригидности в госсекторе сравнительно невелики, с 8% в 56% до 11% в 1974, ее ослабление в частном секторе, напротив, довольно ощутимо за тот же период с 28% до 19%. Тем самым, из этого следует, что происходит не менее значительное увеличение мобильности в частном секторе. Ниже мы рассмотрим, имеем ли мы дело с подлинной социальной мобильностью или всего лишь с межотраслевой мобильностью. Для этого внутри самого частного сектора следует проанализировать наличие ощутимых различий от одной социально-профессиональной категории к другой. В действительности, оказывается, что предприниматели, собственники во всех секторах передают свою профессиональную категорию по наследству гораздо чаще, чем все остальные. Сыновьями хозяев среди них является 58%, в 54%, в 55% в 64% и в 68% в 74%. Таким образом, в этой категории степень социального наследования отнюдь не снижается. Объясняется это главным образом тем, что в 74 году учитываются лишь собственники традиционного типа. Среди президентов, генеральных директоров, напротив, социальное наследование весьма незначительно. Сыновьями президентов, генеральных директоров, среди них в 54 году было 8%, а в 64 и 74 годах 4%. Однако следует оговориться, что многие из них являются сыновьями предпринимателей-собственников и изменили свой официальный статус по сравнению со статусом отца, воспользовавшись законом от 66 года. В целом, оправдывается наше предположение, что социальное наследование тесно связано с фактором наличия экономического капитала. У сыновей и владельцев средств производства больше шансов стать в свою очередь собственниками, чем стать сделать иную карьеру. Напротив, высшие кадры наследуют профессиональную категорию своего отца очень редко. К высшим кадрам относятся чаще всего лишь сыновья хозяев. Они занимают высшие управленческие посты на семейных предприятиях в ожидании места своего отца. Либо дети представителей средних слоев, продвинувшиеся по социальной лестнице благодаря диплому, однако, этих последних в нашей выборках очень немного. Таким образом, высшие кадры, вышедшие из средних классов, не входят в состав правящего класса. Тем не менее, возникает вопрос, почему увеличивается социальная ригидность этой категории. Ответ на этот вопрос, безусловно, следует связывать с эволюцией экономической структуры и ростом престижности категории высших кадров. С точки зрения профессионального наследования среди лиц, находящихся на государственной службе, особенно выделяется одна категория – армия. В период между 1954 и 1974 годах степень наследования военных заметно повысилась. Если в 1954 году сыновья военных составляют 24% от общего количества старших офицеров нашей выборки, то в 1964 году на их доду приходится 27. В 1974 году – 35. Это соответствует мнению многих исследователей об очень большой замкнутости указанной профессии. Напротив, в среде высокопоставленного чиновничества степень социального наследования неожиданно оказалась весьма незначительной. Лишь 7% чиновников больших корпусов имели в 1954 году отца, принадлежащего к этой же категории. В 1964 году – 5, в 1974 – 8. Итак, несмотря на незначительное снижение, в 1964 году весь период в целом отличает несомненная стабильность. Среди других высших чиновников можно отметить некоторое повышение социального наследования, поскольку с 6% в 1954 оно увеличилось до 11% в 1964, а в 1974 составило 10%. Отсутствие экономического капитала в известной мере объясняет невысокую степень социального наследования среди высшего чиновничества. Значит ли это, что рекрутирование высшего чиновничества демократизировалось? Как увидим ниже, отмеченную выше тенденцию нельзя рассматривать как проявление социальной мобильности. Итак, предварительное рассмотрение социального происхождения свидетельствует о сравнительно высокой мобильности нашей выборки, так как исходя из данных о степени социального наследования, мобильность обследованной группы составляет в 80% в 1954, в 82, в 64, в 84, в 74 году. Под пункт 2. Интеграционная мобильность правящих категорий. Из сказанного очевидно, что социальное наследование среди обследуемых нами лиц сравнительно ограничено, и представители правящих категорий, за исключением обладателей экономического капитала, довольно редко сохраняют профессию своих отцов. В связи с этим необходимо остановиться на рекрутировании правящих категорий господствующего класса. Коль скоро в правящие категории не попадают в порядке социального наследования, следует проанализировать, рекрутируются ли они из всех классов общества, или же пополняются за счет тех выходцев из правящего класса, которые изменили свою профессию. Социальное рекрутирование правящих категорий. В этом разделе мы попытаемся определить социальную базу рекрутирования лиц, входящих в нашу выборку. Предположим, что процесс рекрутирования происходит совершенно открыто. Так, да, распределение поколения отцов, обследованных нами, правящих категорий, по социально-профессиональным категориям, должно полностью отражать распределение всего поколения отцов страны в целом, по социально-профессиональным категориям. В противоположном случае, то есть при очень узкой социальной базе рекрутирования, сыновья правящих или имущих категорий будут иметь предпочтительное представительство по сравнению с сыновьями средних или народных слоев. В этой связи возникают два вопроса. Откуда берутся правящие категории вообще? Есть ли заметные различия в социальном происхождении рассматриваемых нами лиц, в зависимости от их социально-профессиональной категории? Принцип глобального рекрутирования Различия в положении обследуемых лиц в начале карьеры или в момент обследования не имеют значения для данного анализа. Категория отцов остается неизменной. В таблицах 5, 6, 7 отражена эволюция социального происхождения с 54 по 74. Узость базы рекрутирования в 54 году не может вызвать никаких сомнений. В нашей выборке доля сыновей средних классов и народных слоев составляет менее 10%. Это значит, что руководящая верхушка рекрутируется главным образом среди сыновей собственников высших кадров, лиц собственных профессий, высших чиновников и военных. В выборке за 54 год видное место занимают сыновья собственников промышленных и торговых предприятий – 30% общего состава. Следует также отметить сравнительно высокий удельный вес сыновей лиц свободных профессий – 8%, что вполне объяснимо, поскольку данная категория, как правило, обладает большим культурным капиталом. Весьма показательны результаты сравнения, выше приведенных с данными, касающимися всего населения страны за соответствующий период. Оказывается, что из общей численности населения на долю сыновей и крестьян приходится 32%, а сыновей, вышедших из народных слоев – 41%, на сыновей, вышедших из средних классов – 22%, и из 4% составляют выходцы из высших классов общества. Это дает представление о том огромном различии, которое существует между действительно происходящим рекрутированием и идеальным открытым рекрутированием. В 1964 году ситуация остается в значительной степени такой же, однако ряд явлений свидетельствовал о возможности более открытого характера рекрутирования руководителей как государственного, так и частного секторов. Так можно было предположить, что в высшей административной сфере приход на командные посты крупных чиновников, набираемых по конкурсам, в частности, по конкурсу ЭНА, расширил социальную базу рекрутирования государственной элиты. В частном секторе, пресловутое возвышение роли менеджеров и специалистов в области экономики и управления предприятиями могло бы вызвать аналогичные последствия и, в частности, привести к падению роли экономического капитала в рекрутировании этой правящей категории. Между тем, ничего подобного не произошло. Соотношение осталось прежним. Из средних классов и народных слоев вышли всего лишь около 12% лиц из обследовательной группы. Правда, наблюдается небольшое сокращение удельного веса сыновей и хозяев промышленных и торговых предприятий с 30% до 26%. И одновременное увеличение доли сыновей высших кадров. Сравнение социально-профессионального распределения отцов, обследуемой группы и поколения отцов всего населения в целом свидетельствует о чрезвычайно узкой базе рекрутирования элиты в 1964 году. Если среди населения в целом сыновья крестьян составляют 28%, то в нашей выборке на их долю приходится лишь 3%. И наоборот, доля сыновей высших кадров и лиц свободных профессий среди всего населения в целом равняется 3%, а в нашей выборке она достигает 25%. В 1974 году несколько расширилась, хотя и очень незначительно, социальная база рекрутирования руководящей элиты. В нашей выборке оказывается 15% сыновей вышедших из средних классов и народных слоев и 4% сыновей крестьян. Однако среди населения Франции в целом сыновья крестьян все еще составляют 26%, выходцы из средних классов 26% и выходцы из народных слоев 40%. С другой стороны наблюдается отчетливый рост доли сыновей высших кадров с 8% в 1964 до 2014 в 1974. Проанализировав состав тех лиц нашей выборки, которые впервые появляются в справочнике «Кто есть кто» за 1974 год, нельзя не отметить, что именно среди них насчитывается наибольшее количество сыновей высших кадров – 17%. Таким образом наблюдается известная демократизация состава выборки 1974 года в целом. 17% этих лиц составляют выходцы из средних и народных слоев. Тем не менее, это относительное расширение базы рекрутирования не должно порождать иллюзии. Рост удельного веса высходцев из средних и народных классов в правящем классе связан, во-первых, с быстрым ростом их доли во всем французском населении, и во-вторых, с явлением насыщения. В 1974 году рекрутирование правящих групп остается, как и в 1954 году, достаточно замкнутым. Несмотря на наметившиеся изменения по сравнению с сыновьями средних и народных классов, выходцы из правящих категорий по-прежнему преобладают в правящем классе. Социальное происхождение и занимаемая профессия В данном разделе рассматривается следующий вопрос. В какой мере выявленная нами взаимозависимость между социальным происхождением и профессией прослеживается в каждой из категорий господствующего класса? Наши таблицы позволяют определить профессию отцов, представителей той или иной профессии. Благодаря этому можно установить, соответствует ли социальное происхождение отдельных правящих категорий, общему, среднему показателю, или же, напротив, для некоторых профессий характерны те или иные отклонения. В 1954 году лиц скромного происхождения больше всего насчитывалось среди высших чиновников, не принадлежащих большим корпусам. 22% из них выходцы из средних классов и народных слоев. При этом общий средний показатель составлял 10%. Напротив, доля сыновей, хозяев и президентов, генеральных директоров, наиболее велика в категории собственников промышленных и торговых предприятий. 61% при среднем показателе 33%. Сравнение государственного и частного секторов показывает, что социальное рекрутирование в первом из них носит несколько более открытый характер. Объясняется это условиями приема на государственную службу. Отдельные, весьма немногочисленные представители средних и народных слоев могут пройти по конкурсу. Однако следует сразу же оговориться, что в состав больших корпусов эти лица попадают редко. Там преобладают сыновья крупных чиновников и лиц свободных профессий. С другой стороны, следует отметить, что доля сыновей-крестьян наиболее высока в категории прочее, составляющей почти исключительно из профессиональных политиков. Высокая доля лиц крестьянского происхождения среди политических деятелей местного общенационального масштаба еще определенней проявляется в 1974 году. Аналогичные тенденции наблюдаются также и в 1964 и в 1974 годах. С этой точки зрения для французского общества характерна большая стабильность. Тем самым подтверждается высказанное Оленом Жераром мнение о том, что две трети видных деятелей происходят из занимающей самое высокое социальное положение группы населения, куда входят высшие кадры и чиновники, руководители крупных предприятий. Лица свободных профессий. Эта группа составляет лишь 5% населения. Даже если брать в расчет только экономически активное мужское население. Наблюдаемая мобильность по существу не является социальной мобильностью, поскольку лица, составляющие правящие классы, являются выходцами из тех же правящих классов. Выявленное нами явление правильнее квалифицировать как профессиональную мобильность в рамках определенной социальной сферы. Тем не менее, несомненный интерес представляет анализ передвижения осуществляемых в правящем классе от поколения к поколению и сопровождающихся изменением сектора. Реконверсия правящих категорий. От поколения отцов к поколению сыновей удается установить явление реконверсии правящих категорий. Что же представляет собой подобная реконверсия? С этой целью используем до сих пор оправдывавший себя метод сопоставления государственного и частного секторов и постараемся в частности определить, являются ли они непроницаемыми друг для друга при смене одного поколения другим или же напротив. Между этими двумя считающимися обособленными сферами существует осмос – постоянный обмен. В этой связи заслуживает внимание два вопроса. С одной стороны, переходят ли сыновья предпринимателей-собственников в государственную администрацию, в частности, высшие государственные сферы. И с другой стороны, переходят ли сыновья высших чиновников на управленческие посты в частный сектор. Частный сектор. Прежде всего, необходимо установить, кто в частный сектор пришел из его собственных рядов и кто из государственного сектора. Как мы могли бы убедиться выше, социальное наследование наиболее распространено именно в частном секторе, так как определяющим фактором наследования служит обладание экономическим капиталом. Поэтому неудивительно, что в банковской системе, торговле и промышленности сосредоточены главным образом сыновья представителей частного сектора. Однако из расширения частного сектора выходцы из него не могут обеспечить полностью его социальное воспроизводство. Это означает, что остаток рекрутируется из других категорий. Действительно, в 1954 году 52% представителей частного сектора, хозяев президентов, генеральных директоров, высших кадров имели отца, принадлежавшего к тому же сектору, лишь 15% государственному. Доля выходцев из частного сектора исключительно стабильна. В 1964 году их удельный вес составляет по-прежнему 52%, а в 1974 доходит до 54%. Среди новых в 1974 году до 55%. Итак, если социальное наследование не ограничивать руками одной социально-профессиональной категории, а брать сектор в целом, то оно представляет более значительным. Одновременно происходит бесспорное увеличение удельного веса сыновей чиновников всех уровней. В 1964 году их доля составляла 18%, в 1974 – 21%. Среди них выходцы из семей высших чиновников образуют весьма немногочисленную прослойку. Однако не следует забывать и о малочисленности группы отцов высших чиновников. Во всяком случае, доля выходцев из семей высших чиновников растет теми же темпами, что и удельный вес чиновников всех уровней. На основании этого можно сделать вывод, что приток сыновей чиновников в частный сектор довольно заметно увеличивается. Правда, сыновей самых высокопоставленных чиновников среди них меньше, но они представлены в нашей выборке весьма ограниченно. Теперь необходимо выяснить, какое предложение сыновья чиновников занимают в частном секторе, насколько равномерно их распределение по различным категориям и какие категории являются более привлекательными для них, а какие менее. Логично предположить, что больше всего сыновей чиновников мы должны, по-видимому, обнаружить там, где социальное наследование развито в наименьшей степени. То есть прежде всего среди высших кадров и затем среди президентов генеральных директоров. И действительно, в 1954 году доля сыновей чиновников среди собственников составляла 6%. Среди президентов генеральных директоров – 22% и среди высших кадров – 33%. К тому же, лишь в промышленности и торговле можно обнаружить весьма немногочисленных сыновей чиновников, которые фигурировали в числе собственников. Их нет в банковской страховой системе, которая отличается особой замкнутостью и для сыновей чиновников в частности. Зато в категории президентов генеральных директоров подобной дискриминации не наблюдается, и в ней сыновья чиновников равномерно распределены между банковской страховой сферой, промышленностью и торговлей. В 1964 году удельный вес сыновей чиновников среди предпринимателей и собственников несколько увеличился, достигнув 11%. Однако эта тенденция не получает дальнейшего развития, и в 1974 году их доля вновь составляет 8%. Причем для новичков в 1974 году она равна 9%. Напротив, в категориях президентов генеральных директоров и высших кадров удельный вес сыновей чиновников очень стабилен. Среди президентов генеральных директоров их насчитывается 22 в 54, 18 в 64 и 20 в 74 году. Среди высших кадров их удельный вес составляет 33 в 54, 28 в 64, 29 в 74. Необходимо наконец выяснить то положение, которое в частном секторе занимают выходцы из семей крупных чиновников. Чаще всего их можно найти среди высших кадров и президентов генеральных директоров. Так, в 54 году среди предпринимателей, собственников насчитывается лишь 1% сыновей крупных чиновников. Тогда как среди президентов генеральных директоров и среди высших кадров их доля достигает 5%. В период с 54 по 74 это положение остается практически неизменным. Исключение составляет лишь категория высших управленческих кадров, в которой удельный вес сыновей крупных чиновников удваивается с 5% до 10. Весьма показательно, что в частном секторе сыновья чиновников становятся лицами наемного труда. Легко предположить, что эти лица, не обладающие от рождения экономическим капиталом, компенсируют его отсутствие наличием культурного капитала. Справедливость этого суждения мы рассмотрим в следующей главе, посвященной проблеме образования. В ней мы проверим тезис о том, что эти новые менеджеры, окончившие школы власти, политехническую, политехнических наук, высшую, административную и вооруженные компетентностью, представляют собой новую правящую категорию, рекрутируемую более демократичной в силу своей принадлежности к государственному сектору, приверженную идеалам служения обществу. В то же время не следует упускать из виду тот факт, что высшие управленческие кадры выходят главным образом из семей представителей частного сектора и из семей лиц свободных профессий. Кроме того, в среде высших кадров вышедших из частного сектора очень велика доля сыновей собственников 30% в 1954 году, в 1964 году, в 2022 году, в 1974 году. Аналогичное положение наблюдается и среди президентов, генеральных директоров. Ценовья хозяев составляют в этой категории 33% в 1954, в 36, в 1964 и в 35, в 1974. Вот почему мы не считаем рост числа сыновей чиновников в правящих категориях частного сектора достаточным, чтобы говорить о постоянном процессе включения государственного чиновничества в управление частной экономикой. Это увеличение, скорее всего, объясняется тем, что социальное воспроизводство частного сектора достигло определенного насыщения, и лишь после его расширения возникает необходимость, чтобы излишек покрывался за счет выходцев из других категорий. Высшая государственная администрация В силу характера исследования в нашей выборке из представителей госадминистрации фигурируют только крупные чиновники и высшее офицерство. Мы убедились лишь в том, что социальное наследование подразумевается принадлежность сына к той же социальной профессиональной категории, что и отец, в обследованной группе за включением военных имеет достаточно ограниченный характер. Возникает несколько проблем Сколько крупных чиновников вышли из семей мелких государственных служащих, и существует ли восходящая социальная мобильность внутри госаппарата? Сколько крупных чиновников вышли из семей представителей частного сектора? И каков размах процесса реконверсии, то есть перехода, выходцев из частного сектора на высшие государственные посты? Среди высших чиновников и военных доля выходцев из государственной администрации бесспорно выше доли выходцев из частного сектора. В 1954 году из частного сектора вышли лишь 17%, а из государственного – 37%. В 1964 году сыновья представителей частного сектора составляли 23%, а сыновья представителей государственного – 36%. Наконец, в 1974 году их доли, соответственно, равнялись 28% и 40%. Бросается в глаза весьма значительный рост удельного веса сыновей представителей частного сектора за 20 лет – с 17% и 54% до 28% и 74%. Выходцы из частного сектора в основном сосредоточены в группе высших чиновников, не принадлежащих большим корпусам. Тем не менее, в трех изучаемых нами категориях высших чиновников доля выходцев из семей представителей частного сектора растет одинаковыми темпами, так как доля среди чиновников больших корпусов увеличивается с 16% в 54% до 23% в 64% и 26% в 74% годах. Среди других высших чиновников их удельный вес составлял 22% в 54%, в 25% в 64% и 32% в 74% году. Какие именно профессиональные категории представляют эти выходцы из частного сектора, весьма показательно, что это главным образом сыновья предпринимателей-собственников, в особенности сыновья собственников промышленных и торговых предприятий. Таким образом, речь идет о действительно происходящей при смене поколений реконверсии предпринимателей-собственников в высшие государственные сферы. Государственные и частные сектора, следовательно, не обладают относительно друг друга той же непроницаемостью, как это принято предполагать. Какова, с другой стороны, степень восходящей мобильности на государственной службе? Как мы могли заметить, удельный вес выхода из государственного сектора в государственной элите составляет в 54-м 37, в 64-м 36, в 74-м 40. Наиболее высокую долю сыновей-чиновников мы обнаруживаем среди военных. 41% в 54-м, в 56-м 64-м, в 59-м 74-м. Сравнительно большое место принадлежит сыновьям высших чиновников государства. Социальное возвышение в рамках госаппарата практически равно нулю, и чиновники, вышедшие из семей мелких чиновников, очень редко получают доступ в элиту. И в самом деле, удельный вес сыновей высших чиновников в государственном секторе составляет 11% в 54-м, в 12-м 64-м, в 14-м 74-м. Конечно, быстрым этот рост назвать нельзя, однако, ввиду малочисленности отцов крупных чиновников, эту долю все же следует считать чрезвычайно высокой, как и следовало ожидать наиболее высок удельный вес сыновей крупных чиновников среди представителей больших корпусов. В 54-м году он равняется 15%, в 64-м этот процент несколько снижается, но в 74-м году вырастет до 19-ти. Удельный вес сыновей высокопоставленных чиновников в категории другие высшие чиновники также растет с 7% в 54-м до 12-ти в 64-м и 10-ти в 74-м году. Среди военных эта доля остается стабильной, составляя примерно 10%. Напротив, восходящая мобильность на государственной службе очень слаба. Удельный вес высших чиновников, вышедших из семей мелких чиновников, чиновников среднего ранга или учителей равен 8%. В 54-м и 64-м годах в 54-м годах в 54-м и 64-м годах и 9% в 74-м годах. Если принять во внимание огромную массу лиц, принадлежащих к указанным категориям, то эта доля кажется весьма незначительной. На данном уровне между категориями нет очень резких различий. Нельзя сказать, что военные или крупные чиновники, не принадлежащие к большим корпусам, поднимаются на государственной службе эффективнее, чем чиновники больших корпусов. Следует, кроме того, отметить относительно высокий удельный вес на государственной службе сыновей военных 12% в 54-м, 10% в 74-м, хотя в 64-м году он сократился до 8%. Нет ничего неожиданного в том, что основная часть сыновей военных сосредоточена среди самих военных. Степень социального наследования по этой категории даже возрастает. Если в 54-м году сыновья военных составляют 24%, то в 64-м году 27%, а в 74-м 35%. Этот рост особенно разительен в связи с тем, что в других секторах высшей государственной администрации удельный вес выходцев из семей военных сокращается. Так, если среди членов больших корпусов на их долю приходится 54%, в 54-м 11%, то в 64-м 7%, а в 74-м 6%. Среди других высших чиновников их удельный вес составлял 9% в 54-м, 6-м в 64-м году и 7-м в 74-м году. Среди лиц, проявляющих в ежегоднике кто есть кто в 74-м году, впервые их всего 5%. Сравнительно велика и очень стабильна также доля сыновей преподавателей на высшей государственной службе. В 54-м, 64-м и 74-м годах они представляли собой 9% всего состава высшей администрации. Если провести сравнение по категориям, то меньше всего их насчитывается среди военных и больше всего среди других высших чиновников. Из сыновей преподавательского состава, в целом самыми малочисленными, являются выходцы из семей учителей начальной школы. В 54-м, 64-м и 74-м их насчитывалось лишь 2%. Между тем в государственной администрации вообще удельный вес сыновей учителей начальной школы, как известно, особенно велик. Из этого следует вывод, что им труднее, чем другим войти в высшие круги государственного аппарата. В заключении можно сказать следующее. Если представители правящих категорий имеют в большинстве случаев иную профессию, чем их отцы, то вовсе не потому, что они продвинулись вверх по социальной лестнице. Почти все они по происхождению принадлежат господствующему классу. Более того, отмеченные нами изменения профессии от поколения к поколению, свидетельствующие об ослаблении традиционных барьеров между государственным и частным сектором, лишь подтверждают те явления интеграции правящих категорий, которые мы проанализировали в предыдущей главе. Напомним, что высшие чиновники на протяжении своей карьеры все чаще ставят свою компетентность на службу частной экономики. С другой стороны, правящая верхушка частного сектора все охотнее направляет своих сыновей в высшую государственную администрацию для приобретения специфических знаний и опыта. А с другой стороны, возрастает присутствие выходцев из семей крупных чиновников и среди лиц наемного труда частного сектора. Тем самым подтверждается усиление односторонности французского правящего класса. Социальное происхождение и профессиональная динамика До сих пор мы стремились выяснить социальное происхождение интересующих нас лиц на момент исследования между тем, как это вытекает из двух предыдущих глав очень многим представителям правящего класса присущая высокая профессиональная мобильность, Основываясь на данных, приводимых в таблице 8, можно определить характер связи между социальным происхождением правящих категории и динамикой их профессиональной карьеры. Или во всяком случае, выявить некоторые тенденции. Мы постараемся с помощью одних кривых проследить явление социальной памяти, с помощью других вскрыть профессиональный или социальный разрыв. Социальная память Высшее чиновничество Первое, что бросается в глаза, это тесная связь между наличием отца-чиновника и пребыванием высшей государственной администрации. Нельзя не видеть в этой связи своего рода показатель односторонности администрации, поскольку на лицо тенденция оставаться в ней из поколения в поколение. Напротив, крупные чиновники, отец которых принадлежит к частному сектору, проявляют сильное стремление покинуть государственную службу, чтобы стать высшими кадрами в частном секторе. В той мере, в какой формирование общественных ценностей происходит главным образом, в семье призвание к государственной службе и, в частности, привитие чувства государственной ответственности возникает как результат воспитания. И наоборот, среди чиновников, переходящих в частный сектор, проявление социальной памяти сказывается с опозданием. В этой связи представляется несостоятельным две противоположные концепции. Первая предполагает, что государственная служба элиминирует эффект социального происхождения, порождая единство профессионального поведения. Согласно другой, практическая деятельность высших чиновников определяется только их классовым происхождением, и поэтому они действуют в интересах своего класса. Авторы обеих концепций ошибочно рассматривают высших чиновников как единичную группу, однородную по своему социальному происхождению. Мы же, напротив, считаем необходимым проводить различия между высшими чиновниками по категории социального происхождения, то есть учитывать, принадлежал ли их отец к частному сектору или тоже был государственным служащим. Можно проследить определенную тенденцию выборки той или иной карьеры в зависимости от типа социальной памяти. В целом, определение круги крупного чиновничества восприняли чувство ответственности перед государством и не мыслить себе иной карьеры, кроме государственной службы. Отмечено, что на протяжении всей своей карьеры крупные чиновники, отец которых был учителем, охотнее всего остаются на государственной службе, будучи средством социального возвышения. Карьера на государственной службе дает им также ощущение социальной стабильности. В течение всей карьеры на государственной службе остаются и те крупные чиновники, отец которых принадлежит к средним классам и народным слоям. И в то же время, гораздо меньше лиц, отец которых принадлежит к категории мелких государственных чиновников, к средним или народным слоям, встречается среди пантуфлирующих крупных чиновников. И снова складывается впечатление, что оба фактора, социальная память и стремление к социальной безопасности, укрепляют приверженность государству. Армия Наблюдаемые среди военных тенденций в очень значительной мере аналогичны тенденциям в профессиональной динамике высших чиновников. Военные, отец которых является промышленником или президентом-генеральным директором, проявляют недвусмысленное стремление оставить армию. В особенности это касается сыновей президентов-генеральных директоров. И перейти в свою очередь в категорию предпринимателей-собственников или президентов-генеральных директоров частного сектора. Военные, вышедшие из семей лиц свободных профессий, также довольно часто покидают военную службу. Однако, не обладая полученным по наследству крупным экономическим капиталом, они становятся лишь высшими кадрами. Напротив, военные, вышедшие из семей чиновникам, стремятся прежде всего остаться на государственной службе, либо в качестве военных, либо в качестве чиновников. Таким образом, военным свойственны те же черты, что и высшей гражданской администрации. Сильно развитая социальная память, а также ощущение того, что государственная служба обеспечивает социальную безопасность, предопределяет тенденцию военных, вышедших из народных слоев, оставаться военными. Профессиональный и социальный разрыв Те высшие кадры, отцы которых принадлежали к государственной администрации или народным слоям, проявляя четко выраженное стремление сохранить свое положение, тогда как сыновья промышленников, стать предпринимателями, собственниками или президентами, генеральными дикторами. Подобная тенденция вновь подтверждает значение обладания экономическим капиталом, полученным по наследству. Кроме того, выявляется тенденция к профессиональному, а не социальному разрыву, возникающему при смене одного поколения другим. Социальный разрыв Как показали многочисленные исследования, при налитии равноценных дипломов, выходцы из господствующего класса скорее, чем остальные, получают доступ к господствующим позициям. Такая тенденция особенно четко прослеживается в частном секторе. Об этом весьма убедительно свидетельствуют и результаты нашего исследования, отражающие практически полное отсутствие сыновей лиц средних и народных слоев в нашей выборке. Даже при наличии солидного диплома выходцам из средних и народных слоев труднее пробиться в правящие категории, а когда им это удается, то они не делают свою карьеру с такой же быстротой, как наследники. С особой наглядностью это видно на примере категории «Высшие кадры». Так, в 1974 году высшего уровня в этой категории в возрасте до 40 лет достигает 61% сыновей-хозяев и президентов-генеральных директоров и лишь 50% выходцев из средних и народных слоев. В этой же категории можно отметить значительный разрыв между сыновьями представителей частного сектора вообще и сыновьями-чиновниками. Последние действительно проявляют тенденцию подниматься по служебной лестнице медленнее. Высшего служебного положения достигают в возрасте до 40 лет. 37% сыновей-чиновников и 48% их сыновей в частном секторе. Среди руководящего состава государственного сектора это явление социального разрыва носит гораздо более ограниченный характер. Но оно тоже существует, особенно среди высших чиновников, не принадлежащих большим корпусам. В этой последней категории служебного потолка в возрасте 40 лет достигает 38% сыновей-хозяев и президентов-генеральных директоров и лишь 31% сыновей-представителей средних и народных слоев. Таким образом, даже на государственной службе сыновья-руководители частного сектора занимают господствующие позиции. В более раннем возрасте все это дает основание утверждать, что высокое социальное положение в значительной степени зависит от социального происхождения. Следовательно, когда речь идет о выдвижении на вершины социальной пирамиды, то утверждение о тенденции к выравниванию возможностей оказывается несостоятельным. Если и существует определенная социальная мобильность, позволяющая отдельным лицам подняться по социальной лестнице, то она происходит не в том социальном пространстве, которое мы изучаем, благодаря узкой социальной базе, рекрутирование круг лиц, обследуя даванных нами, обладает широкой автономией от французского общества. Именно этим обеспечивается сохранение социальных дистанций, даже если, как мы увидим ниже, существует тенденция оправдывать присутствие правящего класса в руководящем пространстве ростом его образовательного уровня, то есть с меридократических позиций. На сегодня все.